Жители поселка Рубежный просят увеличить количество автобусов до автостанции «Аврора» и разобраться с регулярностью перевозок. О проблемах с общественным транспортом активисты Куйбышевского района рассказали главе Самары Елене Лапушкиной во время личного приема граждан. Первый автобус полный. Если первый у нас уходит в 6.30, если он отсутствует, представляете, это все сразу, значит, нагрузка на следующий автобус, потому что мы не доберемся на чем. И в 6.30 нам очень поздно для нас, потому что некоторые начинают рабочий день, у них начинается и в 7, и в 8. Первый автобус у нас в 6.30 уходит. В 6.25. Ну, в 6.25. Можем ли мы в 6.00 его выпускать на линию? Мы сейчас, конечно, проработаем этот вариант, и я доложу вам, но завтра с утра доложу. Поселок Рубежный обслуживает два маршрута, но жители просят увеличить количество автобусов и проконтролировать, чтобы весь имеющийся транспорт выходил на линию. Количество рейсов и количество транспортных средств указано в реестре, и мы работаем с перевозчиком для того, чтобы перевозчик полностью выполнял в части реестра свои обязанности. Сейчас город совместно с областным Минтрансом разрабатывает новый маршрут, который соединит поселок Рубежный с микрорайоном «Южный город». Елена Лапушкина поручила профильному ведомству решить проблемы жителей, чтобы они не становились заложниками ситуации. Кроме того, в ходе приема стало известно, что до конца сентября на улице Молдавской в Куйбышевском районе отремонтируют тротуар, а на Белорусской до конца года появится 17 новых фонарей. В следующем году работы по освещению продолжат. Также на 2021 год запланирована комплексная реконструкция дороги на улице Егорова. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.